Фальсификация истории Фальсификация истории Фальсификация истории Фальсификация истории Фальсификация истории Все-таки ссылаются Ну, сенсация немного не работает Но тем не менее Почему и чем опасна фальсификация Сегодня хотелось бы об этом поговорить Следующим моментом Фальсификация опасна тем, что обычно Люди не понимают, что это фальсификация И почему это фальсификация люди тоже не понимают И в связи с этим Люди впадают в заблуждение И ими зачастую Очень просто В итоге управлять Их взглядами на те или иные происходящие события И часто это Приходит, используется даже так скажем В национализме В националистических идеологиях Когда та или иная На самом деле любые националистические теории Рано или поздно начинают сочинять мифы И ими пользоваться Мифы как раз исторические В своем роде они пользуются Вот этими четырьмя моментами в истории То есть они постараются доказать Что этнос, проживающий на той или иной территории Всегда там проживал Это его законная территория И тем самым пытаются ее отстоять Иногда территориальные претензии Которые испытывают то или иное государство Оправдываются как раз именно этим Иногда вспоминаются, что это было как-то Незаконно, неправомерно Отдано и стараются потом это вернуть Можно придумать, вспомнить Точнее множество примеров Хоть даже последние пару лет Тоже на ум приходят пару событий Также имперское прошлое Или автохтонность То есть коренной житель Что мы всегда жили на этой местности Имперское прошлое просто помогает Возбудить такие чувства Национальной гордости Патриотизма И на этом моменте Всегда пытаются сыграть Чтобы доказать, что именно наше государство Было всегда сильным Всегда оно было головенствующим Всегда занимало первостепенные роли И фальсифицируя этот факт Преподнося его именно так Различные подгоняя под него аргументы Именно эта нация Обычно оказывает влияние на другие И говорит о том, что она должна влиять А иностранное влияние, как видите Обычно замалчивается Если оно есть, ему придается незначительность Или просто не упоминается Как-то это все коверкается В итоге фальсификация опасна тем Что она может пользоваться Для националистических идей Она может пользоваться Просто для того, чтобы заработать На тех или иных мифах Когда, например, приятно звучит Что славяне имеют более древнюю историю Чем мы с вами думаем Ну, допустим, не с 5 века Как часто упоминают историки Ранне исторические Средние славяны в 5 век А, допустим, в 3-е тысячелетие нашей эры Звучит это, конечно, приятно И почитать об этом было бы интересно Но, тем не менее, это не совсем верно Сегодня я хотел бы поговорить О фальсификации на трех уровнях Первый уровень – это незначительные Незнание фактов Когда тот или иной факт Который фальсифицируется Не настолько значим Как не настолько опасен Его незнание Или его искажение В принципе, здесь можно привести Несколько ярких примеров Таких, как 300 спартанцев Всем известный миф Как 300 спартанцев Сражались против персов В Фермопильском ущелье И гордо несколько дней Отбивались от многотысячной армии На самом же деле Это все не совсем верно По той причине, что В этом сражении Участвовали еще другие Войска Греческих полюсов И помогали спартанцев Даже в последние Скажем, дни, часы Когда основная армия ушла Остались все равно Не только спартанцы И поэтому Этот миф Несколько Неправдив Но Тем не менее Он не оказывает Значительного влияния На восприятие Понимания Истории Античности Допустим Или в целом Греко-персидских войн Точно так же Допустим Железное дело Которое есть на картинке Не является Орудием пытки Средневековья Она была создана Гораздо позже Позже Но тем не менее Значительного колта Искажения Понимания истории Она не вызывает Эти факты Могут иметь Даже местами Благоприятное значение Допустим Если основывают Как так скажем Помогают сформировать Чувство патриотизма Научить детей Показать им пример Патриотического поведения Более Большими мифами Более проблемными Являются Вот следующие Выражения Более серьезных заблуждений Которые часто Например Нам показывают В тех или иных Фильмах Как раз Этот уровень И создается В основном Благодаря За счет киноиндустрии Вот яркий пример Например Ковбои Сейчас это их Современный вид Как они выглядят То есть Это такие пастухи С лосо Которые По сути Сход Не дают им выходить За определенные Рамки И территории В кино же нам Показывают Что это Такие смелые Парни Которые Из-за любой мелочи Рвутся В бой с пистолетами И начинают Друг друга стрелять Даже целый Жанр Киновеселенной Вестерны Основан Именно на этом мифе На самом деле Ковбои Всегда выглядели Именно так Часто они были Темнокожие Их мало кто Угружал И они занимались Достаточно Довольно Посредственной работой И в целом Этот миф Уже Более опасен Потому что Этот уровень мифов Влияет в целом На восприятие Эпохи Событий Целых сотен лет Иногда и тысяч лет Точно так же Например Можно говорить О взятии Бастилии Событий Которые часто Упоминаются Во французской Революции И Чем французы Очень сильно гордятся Однако Историки На документах На фоне Исторических источников Говорят о том Что никакого По сути Взятия не было Тюрьма уже давно Не использовалась Сама крепость И она больше была Как символическим Значением Взятия этой крепости А никакого Прямого Военного Слотновения Там не было И в целом Эти мифы Уже влияют На то Как мы представляем Те или иные события То есть Опять таки Жанр Вестерна Сильно меняет Восприятие Истории Америки Ну и наконец Третий Самый Значительный На мой взгляд Уровень Который Выдвигает Даже целые теории Целые Большие Тысячелетия Охватывает И говорит о том Как на самом деле Происходили Те или иные истории И это наверное Самый опасный уровень Потому что У них есть Якобы аргументы Которые они Выдвигают Они говорят О том Что именно так и было И люди Многие верят Люди покупают Книги читают Эти книги Переиздаются Люди Смотрят Эти информацию На телепередачах Слушают на радио И начинают Этому верить Почему? Возможно Потому что Они не так хорошо Знают историю Может потому что Где-то что-то Упустили А может потому что Не знают Где же они ошибаются Давайте сегодня Поговорим более подробно О том Где и почему Они ошибаются На картинке Представлены Два Самых Наверное Ярких Представителя На мой взгляд Это Фоменко Анатолий Тимофеевич С его Новой Хронологией Которая Часто Упоминается И звучит И Задорнов Михаил Николаевич Я думаю Все Смотрели Его Концерты Так или Иначе Что-то Из них Видели Немного Об их Теориях Задорнов Часто Говорит О том Что Славянская Народность Славянские Племена Имеют Более Долгую Историю Чем Нам Всем Об Это Говорят Об Это В ряде Аргументов Их Мы Отберем Чуть Позже Фоменко Анатолий Тимофеевич Говорит О том Что В принципе Вся История Неверна Хронология Вся Нарушна Она Идет Не Так Как Есть На Самом Деле И Даже Целый Ряд Исторических Персонажей Исторических Личностей Это Просто Один Тот же Человек О Котором Несколько Раз Рассказывали И В итоге Вся Хронология У нее Сжимается До Не очень Большого Значения Где-то В тысячу Лет Официальная же Историческая Хронология Существования Человечества Начинается Как Вы Помните Где-то Третьи Три Сполаги Тысячи Лет Назад С Появления Первых Государств Также У Анатолия Тимофеевича Есть Достаточно Интересное Предположение О том Что Вся История Которая Старш 200 лет Не является Правдой Почему Потому что Нет Ничего И Никого Чтобы Могло Ее Как Подтвердить На этом Он говорит Что Это Все Фальсификация И Давайте Я Вам Расскажу Как Все Было На самом деле И Его Книга Кстати Новая Хронология Пересдается Уже И Пересдавалось Несколько Раз Что Кстати Говорят Не Часто Происходит В принципе Сномочной Литературой И Вот Основные Аргументы Которые Используют Очень Многие Фальсификаторы Исторических Событий Они Отталкиваются От данных Археологий Что Фоменко Что Задорнов Что Любой Другой Человек В основном Они будут Отталкиваться Еще От псевдолингвистических Догазанностей Где Они Обычно Даже На своих Концертах Задорнов Михаил Николаевич Говорит О том Что На территории Проживания Славянских Племен Найдены Города Которым Около Трех Тысяч Лет Следовательно Наши Предки Славяне Жили На этой Территории Задолго До Официальной Истории Примерно Восьмой Восьмой Век Нашей Эры То есть Грубо говоря Где-то Потеряно Три А иногда И больше 5-8 тысяч Лет Грубо говоря Как он часто Говорит Что Города Сравни По древности С египетским Пирамидами Или старше Но почему же Он здесь Не прав Вроде бы Все логично Территория Славяне Города Почему Мы Насчитываем Свою историю Не так Много А всего С восьмого Допустим Века Девято Все Достаточно Просто По той причине Что Не совсем Верно Он это Описывает И рассказывает Мы Не имеем Права Говорить О том Что Это Наши Предки Между Нами Если Есть Разбег В 3000 Лет Как Доказать Что Они Наши Предки Как Доказать Что Есть Хоть Какая То Какая То Связь У Нас С Ними Это Очень Трудно Сделать Это Практически Невозможно Сделать Это Все равно Что Говорить О том Что Допустим Вы Сидите На Своих Стульях Минут Через Пять Попросить Вас Всех Поменяться И Снова Сесть На Эти Стули На Разных Допустим Не на Тех Которые Вы Сидели И Доказывать Что Вы И Тот Человек Который Сидел До Этого Один Тот Ж Человек На Одной Той Т же Территории С разницей В Тысячу Лет Можество Племен И Нельзя Ни Коем Случай Говорить Что Это Одно Даже Старше Но Абсолютно Нет Никаких Гарантий Никакой Связи У нас С ними Мы Не Можем Сказать Что Это Наши Предки Мы Живем Амичи На Этой Территорию Уже С Восьмого Тысячелетия Допустим До Нашей Эры Просто Потому Что Нет Никакой Объективной Связи Точно Так же И В данных Аргументах Обычно Не Прослеживается Никакая Связь Потому Они Жили В другой Общности Они Из нее Еще Выходили И В целом Их Появление Можно Как раз Датировать Пятый Шестой Век Нашей Эры Когда Они Впервые Появляются В Археологической Культуре И Самое На мой Взгляд Интересное И Убедительное Обычно В теориях Это Как раз Псевдолингвистика Которую Как раз Таки Очень Часто И И И Псевдолингвистика По которым Должны Работать Лингвистика И Язык Развиваются Как Любая Общность Любой Человек Любое Государство По определенным Этапам Они Их Обычно Не Учитывают Вот Допустим Яркие Примеры Которые Много Где Приводятся Различных Исторических Псевдо Исторических Документов Ну Допустим Из Концерта Задонова Часто Как-то Раз Упоминал На Неских Концерта Так что Спина Образована От слова Спи И Допустим Там Предлога На Это То На Чем Нужно Спать Крайне Убедительно Река Сена Схожа По звучанию С Русским Словом Сена То есть Река Сена Это Река Вдоль Которой Стояли Стога Сена И Отсюда Логично Произошло Название Тоже Достаточно Убедительно Ну И Конечно Любимый Аргумент Достать Ра Это Радость Ты достал Ра И ты Радуешься Хандра Ну Допустим Ханара И Все Нет Ура И тебе Плохо Ты Хандришь Почему Это Неверно Почему Вроде Такие Звучащие Убедительно Для многих Людей Аргументы Не являются Правдивыми Все Достаточно Просто Потому Что Часто Сравниваются Слова Которые Существуют Сейчас В нашем Языке Элементарно Допустим Откроете Вы Поезд Ременных Лет Там Не будет Того Языка На котором Мы с вами Общаемся Нам будет Трудно Его понять Просто Потому Что За Те Ду Тысячу Лет Восемьсот Лет За Которые С которых Писалась Эта Книга До Нашего Времени Язык Очень Сильно Изменился Точно Так же Нельзя Сравнивать Египетское Слово Ра Имя Бога И наши Современные Слова По какой Причине Потому Что За Вот Эти Три Тысячи Лет Существования Даже Больше Пять Тысяч Лет Существования Египетского Государства Египетского Языка Изменился Сам Язык Когда-то В русском Языке Существовали Буквы Ер И ель Которые Когда-то До этого Были Гласными Которые Мы сейчас Не умеем Произносить Почему Не умеем Произносить Потому Что Они явно Должны Отличаться От тех Гласных Которые Мы Используем Сейчас Они Просто Со временем Вышли И перестали Использоваться То же Самое Со словом Ра Древнеегипетский Имя Египетского Бога Ра Это Европезированное Так скажем Обращение Нам просто Проще Так Произносить На самом деле В имени Бога Ра Присутствует Еще Какая-то Третья Буква Между Р и А Которую Просто непонятно Как произносить Это Неизвестная Нам буква Имя Ра Могу Произноситься Как Рак Рок Рук По-разному Никогда Вы не сможете Точно сказать Как это Они произносили Три тысячи лет Назад Но Тем не менее В русских Жих словах Она точно Есть Она Определенно Там есть У нас Есть связи С древним Египтом Значит Они от нас Пошли Точно так же Очень трудно И невозможно Сравнять Современные Английские Слова С русскими Просто В языке Очень Мало Звуков Во всех Языках И они Всегда Будут Повторяться Комбинации Одних И тех Же Звуков Всегда Будут Присутствовать В любых Двух Языках Независимо Как далеко Они друг от друга Всегда Можно Найти Два Слова Которые Будут Практически Идеально Подходить Друг Друг Нужно Всегда Смотреть На Самое Древнее Известное Слово Откуда Оно Произошло Допустим Если мы Возьмем Реку Сена Которая Словом Сена Практически Идеально Подходит С разницей Всего Одну Букву Мы Не можем Их сравнивать По современному Звучанию Потому что Изначально С латинского Она называлась Как Сег Два И со временем Оно Изменилось Некоторые Буквы Выпали Упали И Получилось Современное Слово Сена В славянском В языке Допустим Сеново Общение И как Как их тогда Можно сравнивать Это просто То Как сейчас Произошло Развилось Это слово Точно так же Латинское Слово Фактум Сейчас В испанском Имеет Корень Эчо Или Эпо Очень часто Как раз На том Что люди Не понимают Вот этих Нескольких Тонкостей И основываются Многие Аргументы Всевых Историй Фальсификатов Историй Иногда Просто Можно Разобрать Слово На корень И окончание Посмотрите У корень Сюффикс И окончание И уже Можно будет Сказать Почему Те или иные Аргументы Не Правильны Хорошо Очень часто Это используется Как раз В тех Националистических Теориях О которых Я уже говорил До этого Например Последняя Известная Подобная Выдумка Происходила Допустим На Украине Когда Украинцы Пытаясь Доказать Древность Своего Этмоса Своего Происхождения Взяли Племя Из Троянской Войны Как Теукрой И Сказали Что Это Укра Почему Почему Это Укра Почему Племя Укра В принципе Происходит В Украине Потому что Потому что Якобы Это племя Теукрой Разлагается На современные Слова Теукры Теукрой Это теукры Те самые Укра Которые Сейчас Проживают В Украине И то есть Украинцы У нас У нас имеют Получается Тогда Историю Аж С Троянской Войны Но на самом деле Если посмотрите Этимологию Слова Украина Она раскладывается Достаточно просто Она очень схожа По значению Со словом Окраина И в 18 веке Они еще писались Рядом И с маленькой Бугой Украина писалась Просто Украина Это У Края У была приставка Край Ну естественно Слово Край Скорень имел И Вот таково Происхождение Этого слова А не от Времени Укра И Чтобы Отличать Фальсификацию Реально Происходивший Исторический факт Нужно посмотреть На следующие Вещи Чем они Обычно Отличаются В принципе В примерах Уже некоторые Из них Были Просвечивались Так скажем Венели Во-первых Если вы берете Историческую литературу И хотите узнать Правда это или нет Насколько достоверно Информация В ней написана Нужно посмотреть На наличие Отсылок На исторический источник Историк всегда работает С источниками Он первым делом Должен изучать Конкретно Исторические документы Документы Допустим Или археологические Находки И от них уже Отталкиваться И на них Ссылаться Естественно Своих работ Обычно В работах По фальсификации Или Эти ссылки Несколько Не правильно Делаются Ну как я уже Показал На примере Допустим Археологических Подсылок Или Допустим Отсылаются По этому поводу Всю историю Она неверна Почему Непонятно Просто потому Что у них есть Другие аргументы Немного Неверные В эту В поддержку Своих теорий Ну и конечно же Как я уже говорил Они давят Иногда На эмоциональную Подачу Когда Подают Историю Допустим Своего государства Точно так же В любом государстве Найдутся Конечно Патриоты Которые Преподносят Историю Так как Им бы хотелось Допустим Ее видеть Что Наше государство Было самым древним Оно было Самым значимым Для всех других государств Оно указало На них значительное влияние Но это не всегда правда Но за счет Этой эмоциональной Подачи Давления На патриотизм И государственность Хочется принять Эту точку сведения Иногда На отсутствие аргументов И это можно встретить На самом деле В любом В любом Государстве Часто Нет Отсылок На работы Других историков Что На самом деле Немаловажно Потому что Историки обычно Смотрят Как тот или иной вопрос Изучался С самого начала То с самого конца Прослеживая Что изучали В этом вопросе Что в нем Еще не изучено И что хотелось бы вам Допустим Этому ученому Рассказать об этом Явлении Ну и конечно Научные Теории Обычно Наносят Именно как раз Просветительские задачи Научные задачи Имеют научный интерес На фальсификацию В основном Коммерческую Пропагандистскую направленность Чтобы попробовать Заработать На этом Побольше денег Попробовать Прославиться Как-то Медийность свою Повысить Допустим Набрать те же самые Просмотры в интернете Грубо говоря А в целом Можно сказать о том Что фальсификация Известно Достаточно давно Она присутствует Во все времена Даже еще С самых древних времен Допустим Того же самого Египта Присутствовали Фальсификации Когда фараоны Изображались Величество Так скажем Преувеличенно Когда они Шли чуть ли не первыми В бой Но на самом деле Такого не было И надеемся Что вот Сегодняшняя Такая небольшая Мини-экскурсия В историю Покажет вам Где правда А где вымысел Почему? Потому что На самом деле Один мой преподаватель Сказал однажды Что история Это очки Которые помогают Нам лучше видеть Сегодняшний день И если история Это очки То Фальсификация Истории Это Их отсутствие Или поломаны На прочь очки И надеюсь Что С помощью Вот этих Фальсификаций Вот этих Псердонаучных теорий Вами не смогут Манипулировать Не смогут на вас Заработать Или подвести Каким-то Идеям Которые С вами Внутренне Не согласуются Спасибо